Ночная Москва Ночный окрас ревущих монстров, слепящий свет фар, издевательски низкая подвеска и сотни лошадиных сил, запрятанных под капотом. Сегодня будут стертые границы реальности, когда такие тачки окажутся прямиком у тебя на мониторе. И тогда самая смелая мечта станет явью. Это настоящий адреналин. Каждый год игровая индустрия плодит многочисленные аркадные автогонки, подчас похожие друг на друга, как два колеса одной машины. Какие-то из этих игр надолго запали в душу геймерам, какие-то канули в безвестность, так и не успев толком заявить о себе. Всем известны такие мастодонты жанра, как Need for Speed, Gran Turismo и Test Drive Unlimited. Хотя даже они в последнее время страдают самоповторами и не могут порадовать игрока оригинальностью идей. Но вот на горизонте забрежил лучик надежды. В 2005 году игровая общественность узнала о выходе нового амбициозного проекта, грозящего сказать свое веское слово в изрядно затасканном жанре. Только теперь, что вдвойне приятно, под маркой сделано в России. Из недр студии GetZin Entertainment был явлен миру адреналин-экстрим-шоу. Игру решили назвать, ну потому что адреналин это вот гормон, который будоражит наше сознание, наш организм. Особенно это актуально, когда ты за рулем, большую скорость, играешь в шашки на мкаде, просто дритишь на площадке возле ВВЦ. Поэтому, собственно, адреналин. Первая игра серии рождалась не то чтобы в моках, но претерпевала весьма существенные переработки в ходе своего создания. Идея была игра на иванизированных автомобилях с оружием, ракетами, взрывом и по каким-то безумным там локациями соответствующим. Но чем-то эта идея пришлась не по вкусу, как и ряд других. Но все же некоторые идеи прямо-таки витали в воздухе и никак не хотели испаряться. Мы хотим очень драйвовые гонки с большими скоростями, то есть чтобы это взрывало мозг от мощи и от управления. В итоге творческие поиски оформились в сознании разработчиков в завершенную концепцию. Концепция у нас родилась как концепция шоу, то есть эта игра стала не просто гонкой, а такой телешоу про гонки. А раз уж это телешоу, то как не сказать о его героях, точнее героинях. Ведь основными действующими лицами игры стали исключительно представительницы прекрасной половины человечества. Сразу показалось интересным сделать женщин на любой вкус, кому какие нравятся, на любой. Но и поскольку при такой серьезной проработке персонажей, сразу они стали довольно значимы в игре и органично вписались в концепцию шоу, как главная героиня его. А это, надо сказать, очень жесткое телешоу. На основе показанных результатов участницам начисляются очки рейтинга, которые бывают трех видов. Экстремальный, спортивный и агрессивный. Агрессивный счетчик растет за счет аварии, уничтожения противников, грубых обгонов и прочего некорректного поведения. Очки спортивного рейтинга начисляются наоборот за аккуратное прохождение поворотов, отсутствие столкновений с оппонентами и различными объектами. Ну а повышение экстремального рейтинга обеспечивается затяжными прыжками с трамплинов, кувырками, полицейскими разворотами, заносами, ездой на двух колесах и другими выкрутасами. Сумма всех баллов дает общий рейтинг, после чего участница с самым низким показателем выбывает из соревнований навсегда. Кстати, об участницах. Их в игре ни много ни мало — 12. Выбор неплохой, особенно если учесть, что дизайнеры постарались создать подборку неповторимых женских образов на самый взыскательный вкус. Ну что ж, прекрасные дамы, услаждающие взор счастливого игрока — это прекрасно. Разработчики не скрывают, ради кого и с какой целью все это замышлялось. Ну понятно, в общем, что игра рассчитана в первую очередь на парней, и естественным желанием практически любого полувозрелого человека, мужского пола, это убедить понравившимся девушкам не только в одежде. И тут ничего не скажешь. Разработчики попали прямо в цель. Здоровое слюноотделение при виде аппетитных девиц обеспечено каждому. Количество одежды на виртуальных гонщицах едва балансирует на грани приличия. А ведь многим даже этого показалось мало. Долгое время в сети имел широкое хождение патч, позволявший увидеть девушек вообще без одежды. Мы нашли его и покажем вам его сногсшибательное действие. Конечно, с учетом того, что передачи могут смотреть маленькие дети. Впрочем, очаровательные девушки за рулем — это далеко не все из тех вкусностей, что предлагает нам Адреналин Экстрим Шоу. Еще одна яркая особенность игры — это концепция адреналин-девайса. Это некий тюнинг, который не влияет классическим образом на физические характеристики машины. Он усиливает мощность, коробку или подвеску меняет. Это убер-технология, реактивный двигатель, например, как вариант. Когда устанавливать на машину, он уже и включается. Он дает уже нечто такое, что уже трудно в физическом мире изобразить. При этом это поведение машина ведет себя вполне физично, но только как машина с реактивным двигателем. Ну а пробовать на деле вышеозначенные приспособления можно в рамках многочисленных гоночных режимов. А их в игре немало. Где-то нужно будет сделать наибольшее число трюков в рамках одного заезда, где-то провести как можно больше времени в воздухе при помощи многочисленных трамплинов. Есть еще один очень оригинальный режим, прямо как в фильме «Скорость». По его условиям требуется, чтобы стрелка спидометра не опускалась ниже определенной отметки. А ведь эта планка постоянно поднимается вверх. И это далеко не все виды гонок, представленные в игре. Характерно и то, что для достижения общей победы далеко не всегда обязательно приходить первым. Достаточно набрать больше всех рейтинга, и вот оно первое место в общем зачете. А это всегда означает возросшую популярность вашей гонщицы и повышенный интерес со стороны акул-капитализма, который влечет за собой выгодные рекламные контракты. Пробивать себе дорогу к славе можно на любом из 16 видов автомобилей, среди которых нет ни одного реального. Автомобили были полностью выдуманы, но выдуманы профессиональным дизайнером, разрабатывающим концепты всяких спорткаров. Узнаваемости в принципе никакой не было. То есть нет таких машин в природе. Хотя если посмотреть какие-нибудь концепты ведущих автодизайнеров, то можно конечно что-то там и глядеть. Огромным подспорьем в создании мощной игровой атмосферы являются звук и музыка. Мы решили с самого начала, что мы делаем саундтрек с настоящими исполнителями. Мы еще вообще много старались такого привлечь. Из того, что может в шоу действительно появиться. Это настоящая музыка, настоящие ведущие, настоящая реклама. И им это удалось. В написании музыкального сопровождения к игре поучаствовала группа Kyron, англоязычный проект Лёвы и Шуры из B2. Электронная группа Oxygen, известная своими ремиксами на пангруппу Purgen, а также коллектив «Черный обелиск». Есть в игре и задорный комментарий, который также заслуживает всяческих похвал. Ведь за микрофоном сидят самые настоящие монстры радиоэфира — Бачинский и Стилавин. Прямо во время гонки они отпускают ехидные замечания по любому поводу и безо всякой цензуры. Работа выглядела так. Проводилось много-много заездов, показывающих разные аспекты игры. И Бачинский и Стилавин, они, соответственно, в реальном режиме комментировали всё происходящее. Ай-яй-яй, молодец! Молодец! И вот была молодец, а теперь пи***ц! Они издеваются, смотри. А они файлы себе потёрли упырье. Грамотное сочетание пышногрудок девиц, шикарных гоночных авто, металлического саундтрека и чернушных комментариев за кадром не могло не зацепить любителей виртуальных гонок. Игра вышла, игрокам, в принципе, всё очень понравилось. То есть некоторым не понравилась концепция как раз шоу, но кому-то, наоборот, это понравилось, потому что это разнообразно. Ну, естественно, почти всем понравились большие скорости, красивые машины, красивые женщины. Это попало точно в цель, а остальное, может быть, надо было лучше доносить, но в любом случае эта игра была оценена. А раз проект оценён по достоинству, то почему бы не приступить к работе над второй частью? Ведь у разработчиков из Gates in Entertainment наверняка накопилось немало интересных идей. Когда мы заканчивали Адреналин Шоу, были некоторые моменты, которые были понятны, что в эту игру не войдут никогда, ну, потому что она, какая она есть, прошло, такая есть. Вот. И... но идеи были. А что же это были за идеи и какое воплощение они нашли во второй части игры, вы сможете узнать совсем скоро. А сейчас, увы, перед нами красный свет, и мы вынуждены приостановиться на рекламу. Смотрите во второй части программы. Как в игре выполнить любимый трюк Жанны Фриске? Что поджидает виртуальных гонщиков на дорогах Адреналина? Взрывающиеся бензоколонки, фуры, там, автобус переворачивается, там, а там же пассажиры, они все гибнут. Зачем в Москву пригнали лучшие тачки из Нижнего Новгорода? В свое время эта машина была одной из быстрейших России и на заездах на четверть миля. Каких российских музыкантов разработчики взяли в качестве персонажа? Мы пообщались с группой очередной раз и сказали, ребят, давайте приезжайте к нам. Почему главного героя убивают в начале игры? Максу приставляют пистолет к вискулу и щелчок. Это и многое другое далее в программе Икона Видеоигр. Рев моторов, зажигательные красотки, бешеный драйв и огненные сполки выклопа. Все это с избытком дала нам первая часть Адреналин Экстрим Шоу. Но поклонники игры требовали продолжения. И вот он, Адреналин 2, час пик. Здесь женщинам не место. Никаких правил, законов и ограничений. Только ты, твоя машина, реальный город и жесткий мир нелегальных уличных гонок. Мы вернулись. А вот и зеленый свет. Так что ключ на зажигание, газ в пол и поехали. Теперь по замыслу разработчиков действия игры переносятся на несколько лет назад. Во времена, когда незаконные заезды по улицам жестко пресекались служителями порядка. Когда мы начали работу на Адреналин 2, мы сразу просто решили, что у нас это как бы по сюжету, это до, это вышел. Вот это то же самое, тот же Адреналин, но вот нелегальный. Как бы как он мог бы происходить до того, как типа это легализовали, это опопсело. Там телек, там все культурно, как бы то же самое, но уже опопсело. Тон происходящему будет задаваться чередой сюжетных роликов, выполненных в виде воспоминаний главного героя. Там показывается сцена, когда Максу приставляют пистолет к виску и щелчок. Местом действия Адреналин 2 час пик становится реальная Москва, а точнее ряд северных районов столицы. Останкино, Крылатское и, конечно, узнаваемый район ВДНХ. Пути на московских улиц, дома, парки, все воссоздано со скрупулезной точностью. Многие здания не просто стоят бесполезными коробками, их тоже можно использовать для реализации своих безумных затей. Например, проехаться по стене гостиницы «Космос», повторив знаменитый трюк из дневного дозора. Или влететь на всей скорости в стеллу покорителем космоса, отправившись в путешествие к звездам. Само окружение игры, саму вот ее суть, она натолкнула на сюжет игры, потому что у нас почти реальная Москва. Ну, то есть она не картографически реальная, но по всем ощущениям это реальная Москва, крутые гонщики, которые вот на нереальных совершенно машинах с адреналин-тюнингом, с ускорителями, реактивными, носятся по Москве. Это само по себе довольно, ну, то есть, это необычно. Трюков можно делать бесчисленное множество. Малейший толчок, и машина взмывает ввысь, делая в воздухе замысловатые кульбиты. Так что свободы у игроков, жаждущих каскадерской славы, будет хоть отбавляй. Физика в игре отлажена так, чтобы игрок чувствовал себя королем дороги, расталкивая на своем пути все и вся. Можно, конечно, объезжать трафик, получая бонусные очки за аккуратное вождение. Но зачем? Ведь машина игрока — это настоящий таран, сносящий все, что попадается под колеса. Ну, кто не мечтал, стоя в многокилометровой пробке, втопить в пол педаль газа и устроить на дороге настоящее массовое побоище? В жизни это остается несбыточной мечтой. А вот в игре дадут сполна расплескать свои эмоции по раскаленному асфальту. Массовые вот эти вот аварии, взрывы, там, взрывающиеся бензоколонки, фуры, там, автобус переворачивается, там, а там же пассажиры, они все гибнут. А мы еще ничего не сказали о новых видах адреналин-девайсов, позволяющих крушить бесчисленных чайников, разгоняться до головокружительной скорости и ремонтировать машину прямо в ходе заезда. Это дает любителям аркадных гонок поистине неограниченные возможности. А теперь о самом главном, что только может быть в гоночной аркаде. Конечно же, это машины. Автопарк в Адреналин 2 ожидается солидный. Целых 30 спорткаров, которые можно будет разбивать и корежить при помощи подробной модели повреждений. Как и в прошлой части, разработчики игры не стали делать попыток приобрести лицензии реальных автомобилей. Хотя... Если вот сейчас посмотреть на автомобильный ряд в Адреналин 2, то очень многие машины напоминают. Supra, например, Ferrari, такие вот автомобили очень похожие. Хотя мы не лицензировали это, и никто нам этого, собственно, не даст сделать. Потому что при общении, попытке получить права на использование марки, BMW, например, все крупные компании, они против того, чтобы машина стала орудием. Вот смерти, разрушений, тотального хаоса на дороге. Машины. Стремительные до нельзя прокаченные и безумно дорогие. От них невозможно оторвать глаз. Они манят геймера, заставляя бросаться в рискованные авантюры, связываться с сомнительными личностями, нарушать закон. Различные группировки существуют у каждой, своими делами занимаются. Кто-то там чисто спортивный интерес, заезд на 42 метра. Другие под красивой сладкой упаковки спорткара, жизни стритрейсера, ночного гонщика, мутят свои дела, грабят, угоняют тачки, выполняют какие-то заказы. То есть все вот такое вот криминально или около криминально. И, конечно же, основой игры станет участие в смертельно опасных гонках по забитым пробкам московских улиц. Победы в многочисленных соревнованиях принесут герои игры деньги и славу, а также позволят стать своим в закрытой и недружелюбной к чужакам стритрейсерской тусовке. Но добиться славы и признания в мире Адреналин 2 не так-то просто. Игроку придется вертеться, как белка в колесе, зашибая нелегкий стритрейсерский рубль, чтобы достойно прокачать свою тачку. И уж чего-чего, а возможностей тюнинга в игре предостаточно. Были бы деньги. В Адреналин 2 тюнинг, он немного необычный. Мы не стали делать такую банальность, как повесил спойлер, катки, поставил резину низкопрофильную, все, ты там король дороги, обвес. Ну, то есть привычные вещи, как бы тюнинг. А вот изуродовать машину, в хорошем смысле слова, налепить черепа, там, пауков искусственных, там, вот всю машину можно излепить, сирены поставить, антеннами стыкать, ежикой такого сделать. Ну вот, вот этого не было. Может, с тюнингом в игре немного и пофантазировали, но уж за реальность такой составляющей игры, как звук, точно можно поручиться. Никаких готовых библиотек звуков. Разработчики очень трепетно отнеслись к тому, чтобы все машины в «Адреналин-2 час пик» пели, ревели и урчали именно так, как они делают в реальной жизни. Высокооборотистые моторы турбов, они визжат, если Миссан, там, пульсарь, то Камара, соответственно, и Мустанги, они, у них более низкий голос такой... Специально для записи этих и других звуков был использован особый павильон, где под чутким надзором профессионалов и совершалось таинство. Машина ставится на мощностой стенд, откручиваются колеса, в ступочные диски, значит, винчиваются переходники, то есть машина как бы подвешена, в подвешенном состоянии находится, вращает колесами, и мы этот звук, собственно, пишем. И, собственно, вот эти звуки используем в игре. Получается очень натуралистичный звук. Писались не какие-то машины из разряда овощных, как мы любим говорить, то есть это не была пятерка Жигулей, чей звук потом с помощью компьютерных эффектов становился звуком Ламборгини Диабло. Приезжали действительно серьезные машины, в частности, была нижегородская Audi S2 с двигателем порядка 600-700 лошадных сил. В свое время эта машина была одной из быстрейших России, и на заездах на четверть миля она заняла второе место, проиграв совсем немного достаточно известному Skyline, Nissan Skyline, опять же, из Нижнего Новгорода. То есть можно сказать, что люди, когда они будут играть в Adrenaline 2 час пик, они будут слушать голоса, в том числе и лучших машин России. К слову, старания разработчиков не остались незамеченными. По итогам апрельского КРИ этого года Adrenaline 2 получил награду за лучшее звуковое оформление. Особого внимания удостоился звуковой движок F-MODE, который был специально лицензирован для игры. Он позволил сделать звук более объемным, глубоким и реалистичным. Как мы уже убедились, со звуком в игре все в порядке. Но одного лишь гула двигателей на предельных оборотах для полноценного драйва недостаточно. Окончательному сносу крыши способствует отменный саундтрек. Саундтрек Adrenaline 2 сейчас 8,5 часов, плюс еще эфир радио. То есть в целом 13 с лишним часов отличной музыки. Музыка в игре может удовлетворить любого, даже самого придирчивого меломана. Разброс стилей от транса до панк-рока. Плюс возможность добавления треков из собственной библиотеки и внутриигровое радио с реальными звездными ведущими. На нашей радиостанции, которая называется «Радио Часпик», такая вымышленная радиостанция, был Александр Иванов, Чача, лидер группы «Наив», и одна из ведущих одного известного радио московского. Немного так боялись, что ничего не получится, но получился очень здорово, очень такой живой разговор на разные темы абсолютно. Где-то серьезные, где-то смешные, но мы очень довольны. Вышло здорово. За главной музыкальной темой игры стала песня группы «Наив. Надейся на себя». Я не хочу умирать, я не хочу умирать, но убивает меня мой город. Во мне, как по холсту, железом по стеклу рисует день и ночь мой город. Вокруг меня асфальт, вокруг меня бетон, вокруг стекло не стоит, вокруг один закон. Надейся на себя. Надейся на себя Надейся на себя Надейся на себя Мы вообще-то, собственно, Николай Ильич, не занимались написанием саундтрека в компьютерной игре Но, в принципе, как показал опыт, у нас-то получается достаточно хорошо И вообще, в целом, если игра гоночная и посвящена автомобилям, в ней есть, ну... Какой-то драйв, какое-то движение, какой-то интерес, мне кажется, это вообще круто В игру, на самом деле, попало много треков, которые мы просто до этого записывали для наших пластинок И создатели игры посчитали, что это актуально и интересно для данной игры И включили их А вот специальный трек, Надейся на себя, композиция, она такая, более экспериментальная Написано в таком, скорее, ну, я не знаю, как индустриальном ключе Но и на этом сотрудничество музыкантов с разработчиками не закончилось Сами участники коллектива, они довольно-таки колоритные персонажи В «Адреналине-2» в итоге теперь наив разбежался по разным группировкам стритрейсерским И возглавляют эти группировки Далось светофоры и препятствия, они больше не нужны Ведь «Адреналин-2» час пик — это во всех смыслах беспредельная автомобильная аркада Так что пристегни ремни безопасности, заводи мотор и жми на газ Брось вызов московским пробкам Испытай настоящий «Адреналин» Субтитры подогнал «Симон»